Петропавловский пенсионерка пытается доказать, что она жива из-за технической ошибки Алмагуль Есенбердина. Вдруг оказалась умершей во всех базах данных. Вернуть статус живого человека женщина пытается уже месяц. Для этого ходит по разным инстанциям. Почему вычеркнуть человека из жизни оказалось легче, чем исправить ошибку в системе, выясняла Инна Лопатка. Я взяла эту справку о смерти, когда я увидела, что это действительно я и все мои данные в ней указаны. До сих пор я нахожусь в шоке. О том, что ее официально нет в живых, Алмагуль Есенбердина узнала случайно. Пенсионерка готовилась к плановой операции. Когда стала оформлять документы, медицинский портал вдруг выдал, что пациентка мертва. Женщина бросилась выяснять, как такое могло случиться. Ответы, говорит пенсионерка, породили еще больше вопросов. Мне позвонили из ГЦВП, сказали, мы вам за январь выплатили эту пенсию. На февраль пенсию мы вам не можем дать, так как вы еще до сих пор светитесь в красной линии, как умершие. Я говорю, почему и куда мне обращаться? Они говорят, езжайте в Экибастоз, звоните или что-то хотите, как хотите, так и решайте. Алмагуль Есенбердина утверждает, почти месяц оббивала породи разных инстанций, пытаясь доказать, что жива. Говорит, повсюду спрашивала, как снова прикрепиться к поликлинике, заплатить налоги и получить пенсию. В ответ уверяет, ей только плечами пожимали. Не смогли помочь и в ЦОНИ, куда она пришла уже с нашей съемочной группой. У нас программа в ЦОНИ, она интегрирована. То есть любую госуслугу, когда человек приходит получать, сведения подгружаются с различных программ и ведомств. То есть исправить что-то по отношению ИИНа и так далее мы не можем. После жалобы в прокуратуру женщине удалось аннулировать записи своей смерти и даже получить паспорт вакцинации. По результатам рассмотрения обращения Есенбердиной установлено, что в связи с технической ошибкой сотрудника отдела РАКС города Якибастуз, осуществлявшего регистрацию фактов смерти граждан, гражданка Есенбердина с 21 декабря 2021 года во всех базах данных числилась умершей. В настоящее время актовая запись о смерти аннулирована. При проверке установлено, что 21 декабря 2021 года актовая запись зарегистрирована на основании медицинского свидетельства, которое поступило в информационную систему ЗАГС путем интеграции. Однако при формировании медицинского свидетельства медицинским учреждением допущена ошибка в ИИНе умершего. При обнаружении незамедлительно приняты меры по устранению. В тот же день был восстановлен жизненный статус по ИИН. Но до полноценной жизни в цифровой системе еще далеко. В каких базах данных пенсионерка по-прежнему мертва, неизвестно. Женщина не может понять, почему на исправление ошибки уходит так много времени. Не могу подсказать от этого. У нас есть специальные программисты. Это мы с ними, с Минюстом, все созваниваемся, делаем туда запрос. У нас есть в департамент юстиции областной ЗАГС. Мы со всеми с ними обговариваем это все. И далее, как это все происходит, я не подскажу вам. Алмагуль Есенбердина говорит, из-за пережитого стресса у нее резко ухудшилось здоровье. И теперь нужна не одна, а уже две сложные операции. С виновных в своей цифровой смерти женщина теперь хочет взыскать моральный вред. Инна Лопатка, Игорь Казанцев, Андрей Масан, КТК.